Приветствую, друзья! После того, как мы рассмотрели SMSLC 100 и Tempotec Match 3, самое время остановиться на еще одном недорогом стационарном ЦАПе – SMSLC SU-1, где поразительно низкому ценнику соответствует самое актуальное на сегодня железо – просто превосходный звук, а также поддержка DSD 512 и MQA форматов. О нем сегодня и поговорим. Поехали! Пришел аппарат в компактной такой коробке с изображением непосредственно героя обзора и логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации. Значок MK почему-то не нанесли, хотя его поддержка реализована. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон и Type-C кабель для подключения к компьютеру. Питание девайс берет непосредственно от USB соединения. Там немного, но ему хватает. Корпус у ЦАПа небольшой, однако сделан по всем канонам SMSL. Полностью из металла со строгими рубленными гранями, Hi-Res наклейкой сверху и четырьмя прорезиненными ножками. Из входов имеем классический уже набор из USB, оптики и коаксиала. Выход же реализован исключительно на RCA пару. На этот раз, как видим, производитель решил обойтись без экрана, заменив его кнопкой и четырьмя светодиодами, где первый отвечает только за качество MQA, а остальные три – это переключение входов. Нажимая кнопку, светодиод перемещается между значениями USB, оптикой и коаксиал. Других элементов управления здесь нет. По железу заявлен, наверное, самый актуальный на сегодня конвертер АК4493SEC от Asahi Kasei и не менее современный USB-чип XMOS XU316, которые, собственно, и дают нам максимальное разрешение сигнала в 32 бита 768 кГц, DSD512 и поддержку МКА на всех входах. Под Windows 10 герой обзора определяется автоматически, однако лучше установить фирменный драйвер, который помимо режимов VSEP дает поддержку старых версий системы и профессиональный ASIO интерфейс. Только через него, кстати, можно выжать самый максимум из данного железа. Со смартфонами ЦАП тоже работает, в том числе и через специализированный BitPerfect режим. Измерения я снимал в 24 бита 96 кГц на АЦП Иванда Космос, где получил все графы в положении отлично за исключением допустимых отклонений в неравномерности АЧХ. Заметьте, хотя о балансной реализации никто не говорил, но по USB мы имеем практически отсутствующие наводки и чуть ли не идеальное взаимопроникновение каналов. Шумовая полка здесь на минус 155 дБ, шикарный динамический диапазон и искажение ниже уровня минус 120 дБ. Причем для интермодуляционных я получил целых минус 132 дБ, а для гармонических те самые минус 125 дБ, что в процентном соотношении составляет 12 сто тысячных процента. То есть все как и было заявлено. Что сказать технически идеальное устройство. По подаче же мне стало интересно, как покажет себя герой обзора в сравнении с Tempotec March 3, если последний тоже задействовать PRCA и использовать их в паре с усилителем SMSL-HO200. Вот здесь буквально и начались чудеса. Несмотря на то, что оба этих решения базируются на чипе AK4493 SEC, звучат они совершенно по-разному. Герой обзора на фоне March 3 мне показался гораздо ярче, сочнее и выразительнее. Слушать Su1 намного интересней, чем абсолютно невзрачный звук от Tempotec. Кроме того, SMSL превосходит его по четкости, прорисовке сцены в глубину и собранности как таковой. Как и в случае выхода для наушников, March 3 звучит слишком пресно и как-то однородно. Если прислушаться, все там конечно на своих местах, но в отличии от Su1 для этого приходится напрягать свое внимание. У SMSL же все на поверхности, а превосходная мелодика с высоким разрешением изначально уже подсвечены в композиции. То есть несмотря на цену, звук Su1 я бы поставил выше March 3. Следующее сравнение, которое я решил устроить, это противопоставить герою обзора куда более дорогому и внушительному по начинке SMSL Deo300. И вот тут меня ждало полнейшее изумление. Да, Su1 несколько грубее, он чуть менее точный и не так интересно очерчивает текстуры, но по большому счету звук у них очень схож. По крайней мере тюнинговали эти устройства в одном и том же ключе. А если акустика у вас не из дорогих, то вы вообще не найдете между ними даже тени отличий. А это 6500 против 37500 рублей. И там и там звук был слегка нейтральным, четким, напористым, с прекрасной выразительностью, мелодикой и уровнем погружения в материал. Просто изумительно встретить такое в бюджетном сегменте. Отличная прорисовка, динамика и передача той самой эмоциональной составляющей трека. Это действительно взрослая техничная подача, заслуживающая усилителя раз и так в 4 дороже. Из стилистики мне понравилось абсолютно все. Я буквально заслушивался как джазовой оркестровой и другой академической музыкой, так и фанком, блюзом, роком, этникой и несколькими видами металла. Все было сверхэффектно и просто невероятно круто. Бас заходит достаточно глубоко, наделен превосходной атакой, легко читающейся структурой. Серединка объемная, живая, с высоким вниманием как к макро, так и к микроконтрасту. Верха же максимально продолжительны, столь же осязаемый и не менее прозрачны. Что сказать, отличный баланс частот, высокая динамика и просто невероятная как для своего сегмента реалистичность. Признаюсь, на полном серьезе думал заменить свой Deo 300 на эту маленькую коробочку. Да, у героя обзора куда меньше выходов и входов, нет экрана, пульта и тонкой настройки, однако по звуку разница между ними еле уловима и то, если ее прямо искать. В слепом сравнении я бы их, скорее всего, не отличил. Подводя итоги, небольшой стационарный ЦАП SMSL Su1 весьма неплохо выглядит, не требует какого-то дополнительного питания, поддерживает MQA DSD 512, имеет все необходимые входы, самое актуальное на сегодня железо и прекрасные результаты измерений. По звуку же я едва могу отличить его от дорогого Deo 300 и это уже о многом говорит. То есть звук слегка нейтральный, напористый по характеру, с прекрасной динамикой, прорисовкой, выразительностью и конечно экспрессией. Однозначно могу рекомендовать его всем, кто ищет недорогой, но достаточно крутой настольный ЦАП. Я в полнейшем восхищении. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП SMSL Su1. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем друзьям добра.